Играет музыка Мне приятно, что вы это отметили, потому что, наверное, молодежь не в курсах, чем занимался Буйнов, когда был так же юн и молод, как они. Да, я играл в рок-группах весьма рок-н-ролльных, что там говорится, комарухи, группа Аракс, которая в Ленкоме нынче. И даже веселые ребята в какой-то мере, я считаю, что она была с рок-н-ролльным оттенком обязательно. И на наших сольных концернах мы обязательно исполняли композиции, даже советских композитов, которые мы обрамляли в рамки Led Zeppelin, De Papel и других, не знаю, менее известных групп, Jazz Rock Town, не знаю, там что-то можно еще назвать. Поэтому, да, мы корнями все оттуда, и очень-очень здорово, это мне по жизни помогало, и помогает до сих пор, если заметили его на концерте, что эти нотки, они постоянно где-то присутствуют. Чуть больше, в более легкой степени, как типа Элвис Пресли, что-то такое там, рок-н-ролль, честь какие, полегче, да, ближе к группе Браун, да, или где-то чуть потяжелее, какие-то в композициях, как я предложил сегодня послушать песню Александра Розенбаума, уже фаражировки переделанные вообще, она стала такой мощной, даже не знаю, какой группы из старинных вспомнить, но неважно. Любой багаж, правильный, бэкграунд, как вы говорите, да, он помогает, обязательно. Программа на названии «Две жизни» означает только одно. Я когда-то пару лет назад написал на стихи Михаила Гуцареева песню, она же предваряла этот концерт. Концерт был в Кремле, да, где-то пару лет, наверное, прошло. Звался он «Две жизни», там было несколько песен на стихи олигарха, не знаю, магната, нефтяника, поэта Михаила Гуцареева. Вот, с тех пор прошло некоторое время, но название осталось, мы его еще не отыграли, поскольку оно такое интересное, философское, и каждый может вспомнить, сколько жизней у кошки, там семь жизней, или сколько там, и так далее. И человека, по крайней мере, от вуличия человека, потому что он проживает две жизни. Мне понравилось и то, что в песне излагается, жить в своем разделе на две, днем одна, другая ночь. В общем, там о том, что есть святое, это семья, какая-то там мужская кобелиная гульба. Что-то, ну, ну, что, мужики не без этого, не без века, да? Но всегда в ходе о том, что возвращаются мужики в семью. В конце концерта я прочитал одно сихотворение Меджерова. Я иногда его читаю, когда публика приветствует стоя, в конце концерта, и ожидаешь чего-нибудь еще, поэтому я читаю это короткое сихотворение. Там, пожалуй, все сказано, весь смысл жизни к тому, что, может быть, все приходит слишком поздно, поэтому оно, может быть, не в такой степени может радовать. Это то же самое, что сейчас мне повесить, пионерский галстук повязать, или комсомольский начал. В свое время я был обделен, и эти вот другие, и тема другим, кстати. Действительно, меня забыли принять в пионеры. Раз забыли принять в пионеры, что я сделал, представляете, там, в шестьдесятые годы, там, в школе. Я, да, я накопил денег на конерский галстук, пошел в магазин, купил себе, копил немного, так сказать, на завтраках или на обедах школьных. То есть, мог бы какую-нибудь полезную вещь себе приобрести, какой-нибудь фонарик китайский, не знаю. Купил галстук шелковый, дорогой, надевал его перед школой для матери и отца. Я шел в школу, потом, перед школой я снимал, потому что, я понимаю, раз меня не приняли, значит, я не имею права на себя. И как-то там это все прошло, значит, комсомолы меня были только... Нет, после армии веселых ребят, Хван Сенов, Балла Пугачева была, секретарь нашей, как-то, не пар, а ячейки комсомольские. Из-за того, что я не был комсомольцем, а мне было уже 27 лет. То есть, на последний год, и вот тогда, и то я как-то, даже было неприятно, что наконец-то мне выдали комсомольский билет, я оплатил взнос, у меня был билет, к сожалению, не сохранил. Все ко времени должно быть. И поэтому звание, исключая только ордена, медали воинские, которые награждают меня, афганское братство, ВДВшники и другие разные рода войск, И я это принимаю просто с удовольствием, как любой мужик, потому что для меня это не блестяшки простые, это серьезные вещи такие вот. А все остальное не более чем приятно. Поэтому все приходит слишком поздно, и поэтому оно так бескусно, пресно, постно, временем, ах, ждено. Эти слова имеют какой-то смысл определенного в этом плане. АПЛОДИСМЕНТЫ